добро пожаловать господа с вами старима сегодня у нас очередная серия сетей skyline в прошлой серии мы с вами разобрались еще с некоторыми развязка метро и многие говорят римас после некоторого время обратно вернись к метро посмотри там у тебя будет большие пробки ну что давайте проверим раз уж и битюли пишут значит они вполне офигенно понимают в этой системе так смотрим ищем метро так первое метро здесь едет я пробок не вижу дальше смотрим вот здесь вот у нас вот здесь вот у нас есть кое-какие пробочки пока что ну не такие уж прям большие ну ну есть смотрите первая остановка ждет потом 2 2 метро 2 ждет 3 ждет правда смотрите сколько народу да особенно на коричневые эти мне тоже писали что в метро если несколько одинаковых линии две белые линии да давайте белые черную линию сделаем вот так чтобы наверняка понимать что тут происходит отлично так подожди стоп это у нас чего да это у нас метро да все нормально все прекрасно линия метро давайте еще сделаем вот такой цвет чтобы понимать тоже ну что ж прекрасно так дальше у нас уже идет автобусные остановки которых ну очень здесь много правда здесь почему-то автобусов не вижу я чё забыл сюда автобус на остановке поставить не понял сейчас исправим ситуацию обязательно ребята 1 2 3 4 ну и дальше как говорится 5 6 7 8 9 10 11 12 отлично ну и здесь у нас маршрут завершается оу какая музыка опять пошла до вся та же добрая музыка вчера кстати недавно по этот попытался поиграть в европа юниверсал с 4 меня там слили потом я за русь начал играть за киевскую там я за киевскую рис нормально начал тащить но некоторые аспекты конечно еще не понимаю до конца например как торговать как бабки поднимать как инфляцию снижать то есть если я произвожу очень много золота у меня поднимается инфляция в общем не знаю возможно стримчик запущу и прямо в онлайн режиме буду у вас обучаться если есть так и вообще которые люди понимают основные аспекты игры европа и универс так у нас здесь смотрите слишком ну очень-очень шумно поэтому этот шум надо поменять да тем более у нас люди что наши жалкие болеют мы вместо этих зданий построим лучше просто магазины всякие чтобы избежать шум да и нельзя забывать о том что мы можем еще и построить разные бани которые будут кстати у нас уже вроде бы есть баня да на это что у нас такое да у нас есть баня здесь но баня вы знаете они очень хорошо как говорится помогают оздоравливать наших жителей даже тех ребят кто работает на заводах на фабриках и в общем вы меня понимаете то есть мыться будут наши жители мыться будут это самое главное так это у нас баня до здесь тоже да это у нас еще одна баня здесь находится баню мы здесь настроить не будем мы построим день чуть-чуть не хотя стоп у нас здесь в центре звонит хорошо так давайте еще раз вернемся насколько я помню вот вот у нас скоро будет мегаполис это 65 тысяч жителей у нас пока что 59 400 до после мегаполиса мы сможем построить собственно говоря самолеты но мы с вами знаете чего не построили мы с вами построили канатные дороги мы единственно с вами не построена на рельсы построили правда они мне как-то не полностью понравилось может быть я просто не умею устроить их паромный пирс большая остановка рассчитанная на два парома создайте паромные остановки и пирс паромными маршрутами до используйте инструмент пути паромов чтобы прокладывать путь между пирсами остановками и депо и помогать паромам находить дорогу ёпты как же это все же сложно сложно ну паромы нам здесь по идее не нужны так как у нас основная территория то на суши вот если было бы суши бар суши я не знаю почему нельзя сразу купить дополнительные территории вот хочу выкупить всю гребаную эту землю и пускать паром через реки было бы прикольно то течет нас там с электроэнергией да нормально все вроде бы отлично а вот доступность водопровода желает быть лучшим да давайте водопровод построим где-нибудь рядом 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 так здесь вот здесь мы можем принципе нет здесь не надо так здесь у нас грязь а давайте все это делать поменяем как раз остановим игру у нас что-то очень много этих водопроводов и их надо реально переместить водонапорные башни конечно они добывают непосредственно воду из-под земли кстати у нас 21 век насколько я помню да или нет короче у нас 21 по сей день люди умирает от нехватка воды то есть от нехватка пресной воды то есть люди которые но это основном африканской стороны как вы знаете да отравляются потому что пьют воду нечистую есть люди которые вообще не пьют воду то есть умирают от обезвоживания и я так себе думаю да вот иногда читаю посты разных ребят которые говорят скучно жить да ребята скучно жить когда у тебя все есть и вода и еда и даже учеба и крыша над головой и ты живешь в таки может быть даже вы скажете ну мы живем плохо может быть да может быть у вас нет коттеджа может быть нет машины может у вас квартира нуждается ремонтом ну так или иначе у нас есть и горячая вода во многих вот не знаю слава богу и где живу у меня даже летом горячая вода отлично идет на этом и холодного доеста я все всегда говорю спасибо тебе большое все выше за это никогда не жалуюсь то что да ну человеку не свойственно жаловаться да там человек вечно чего-то не хватает но так или иначе без люди которые просто страдают от нехватка воды не говоря пищи и прочее поэтому я не говорю что надо скатываться до их уровней надо смотреть нет надо идти всегда вперед и не смотреть назад но надо всегда думать об этом тоже одновременно и конечно же по возможности если вы даже встретите человека который он скажет братан хоть он даже бомж скажет братан дай воды там никогда не игнорируйте никогда не это всегда пытается помогать людям это как говорится придет когда имит обратно к вам как эффект бумеранга в жизнь такая штука что это просто же все просто посмотрел в один канал магнит проект магнит ну до этого тоже интересовался всякими темами там смотрел тоже разные программы более ну реально и ты только на себя смотришь думаешь ёшкин ты бабаев да у меня все прекрасно почему я жалуюсь на вопрос идти вперед и все дальше зарабатывать деньги оставаться человеком ну и собственно говоря пытаться помогать другими вот как-то так первую очередь конечно своим родным ну и конечно же нужно нуждающимся тоже так давайте посмотрим сколько у нас тут а мы мы принципе можем еще построить несколько несколько кстати давайте заранее мы можем принципе поставить вот так вот и все и вот на вот на эти трубы уже строить готовые водонапорные башни хорошо доступно с канализацией тоже так же у нас скорее всего завершится смотрите с у нас сколько канализации да а смотри как пресно вода прям пробивает канализацию кстати некоторые ребята были правы наши того чтобы римас поставь пресную воду слив пресно воды чтобы все это дело ну как как-никак пыталась очищать так здесь здесь слив пресно воды сейчас мы вот так вот присоединим отлично так и у нас вроде бы скоро будет проблему через отоплением боже мой какая красота какая же все таки это игра красивая ну нам нельзя остановиться на как говорится достигнутом еще раз вспомним сколько нам нужно 65 6000 5300 чем-то там осталось да нам ну 244 если 76 до если мне по математикой не подводит нам осталось набрать жителей после этого естественно мы с вами будем продолжать еще и так доступно с отоплением все все понял понял нам не хватает отопления господа поэтому отопли отопление можно принципе здесь построить у нас как раз принципе яйца нам придется провести некую дорогу да на это дело да не хватает говорит отопления давайте здесь построим дорогу но эту дорогу можно принципе соединить вот сюда вот и все вот так вот все ох как и обожаю эту музыку то обалденно про эта музыка песни вроде бы только музыка и все геотермать геотермальная отопительная станция насколько я помню это станция называется но естественно нам еще на вдоль дороги попытаться построить еще одну соединяющую так вот вот сюда вот вот сюда вот что то она мне не встает подождите место говорит уже занято в первый раз получилось надо просто прямую поставить сюда все так отопление у нас в принципе должно быть готово ускоряем время отлично все нормально геотермальные отопительная станция вполне отлично функционирует выходная мощность отопления у нас получается 80 мегаватт и если так посмотреть то ну сколько у нас там уже три станции до получается одна здесь и одна здесь и еще одна здесь то есть три отопительных станция вполне отлично справляется со своей задачей мы можем потом будущем все эти станции сюда перенести и все нормально будет посмотрите интересная карта такая да то есть отсюда бьет родник по всей видимости из под горы если мы будем здесь копать интересно вода будет появляться или нет я не знаю но сам факт в том что реально красивые такие реки прямо идут родники реки прикольно прям так сколько тут у нас что-то слишком большой поток автомобильный идет но прям слишком большое так это у нас водяной резервуар да еще раз давайте вернемся к медицины средний уровень здоровья 86 процентов так доступность крематорий и кладбищ 4 и 44 процента нам следует еще одну хотя бы одну кладбище построить кстати я забыл в прошлой серии можно вроде бы начали очищать чтобы снести данное кладбище вот она кстати для того чтобы мы смогли расширить собственно говоря основную дорогу которая проходит через весь наш город ну блин сейчас конечно вовремя сносить потому что я все-таки собирался немного подождать чтобы набрать побольше жителей нам этот парк куда-нибудь перенести временно временно короче мы уже снесем я думаю всем не понравится то что я сделаю мы его сейчас оборота построим денег у нас полную я уже вся построил обалденно видите какой как классно все то есть денег полно это все за счет ваших налога как говорится вложений и мосенок чуть не спалился так школьники что-то тут не влазит давайте сюда поставим школьников что нам придется в магазин поставить подожди вот сюда вот так вот сделаем все чипуль все нормально ну и парк парк нам здесь не нужен мы убрали этот парк у нас не нужен правда минус минус жителей кстати что я строил те вот я даю я же хотела расширить дорогу вот и все ребятки мы расширить расширили вернее дорогу и в принципе у нас все идет по плану выглядит на чуть-чуть подождать чтобы люди заехали успели заехать блин нам бы конечно бы аэропорт построить вообще было бы чеки-пук и все и также нам надо а жиджи д вокзал и еще один построить на этот это это тоже очень важно и вы знаете жидо вокзал может в принципе пойти через порт но здесь очень много народу кстати все пользуются метро здесь где-то метро же рядом на у нас должно быть вот она метро хоп 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 видите смотрите все заходят обалденно просто это просто обалденно так порт у нас работает жидо вокзал жидо вокзал тоже очень очень полезная вещь у нас кстати здесь у нас железная дорога проходит а что если я построю сюда прям же до вокзал либо здесь вы куда воткну но нам надо конечно же выровнять сначала землю здесь у нас холмистая местность а либо его поставить прямо в центр гимн города придется на и конечно еще кое-что снести трамвай и кстати не ставил не хочу не хочу ребята трамвая стоит вот здесь у нас есть конечная станция многопутевая станция большие развязки надо все это дело по идее изучать смотрите здесь мы допустим поставим же до вокзал он правда шуметь будет как не знаю кто вот здесь сюда бы его поставился в здесь он встает господа так у нас здесь же до вокзал да насколько я помню нет подождите вот здесь вот у нас есть и вот здесь вот ух как всем понравилось как же это великолепно так нам надо как-то обойти ой ой шо я сделал ой шо я сделал не то я сделал нам на через тоннель как-то обойти это дело либо посмотреть так это здесь у нас же да да еще либо добраться до этой линии отсюда а чё можно принципе попробовать под землю уйти что ли попробовать да кстати мы вполне можем от отлично прям мы же справимся вот еще вот так вот сделаем ух резкий поворот все же до вокзал на заработал вот он здесь находится и и прикольно тогда очень более прям кого-то затем мы его врыли прям в этот в землю отлично получилось так ладно господа хотя зачем мне эта больница мы лучше что построим маленькую пожарную депо чтобы на всякий случай предотвращать все это дело кстати чё у нас там же школам и школа школа я скучаю а факультет у нас тоже работает чё там долго будет и рачит молнии то он достал уж с этими молниями если честно так так как у нас здесь железнодорожные перевозки находятся мы можем в принципе знаете что построить рядом маленькие магазинчики а здесь уже дома я в курсе то что здесь шумно ну а чё делать привокзальная как говорится да привокзальная вторая привокзальная посмотрим тинь-тинь 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 сейчас сюда но здесь тоже принципе нормально близко рядом отлично это у нас получается маленькая игровая площадка куда люди могут ходить радоваться жизнью ну и собственно говоря выводить своих маленьких спиногрызов ой вернее детишки прошу прощения ребят смотрите сколько у нас коммерческих центров да вроде бы если вы так вот нажать на них посмотрим посмотрим да с образованных ребят но у нас очень много доступных вакансий 0 это в принципе очень хорошо но за его стороны нам надо еще построить некоторые районы районы и районы и районы чё прям на кольцевую поставим сюда ну давай посмотрим что с этого получится кольцевая и естественно надо еще парк поставить какой-нибудь большую огромный хитрый красивый парк 2 даже два японских сада суда поставим о да ладно мы чё здесь воду не подключили я понимаю что это не самое подходящее место но а чё теперь у нас сейчас мест места уже почти можно сказать ограниченные считаются так да вроде бы люди заезжают вполне отлично им нравится это дело самое главное что здесь пробок не мало понимаете мы можем даже попытаться улучшить эту дорогу в одну сторону отправите например вот так вот чипуль 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 так нам надо вот этого делать чуть-чуть перенести сюда и это делать чуть-чуть перенести вот сюда чипуль ой как хорошо смотрите да и мы можем дальше построить некоторые здесь может быть у нас будет магазин отлично да и здесь маленький магазинчик будет у нас тоже вот так вот не надо делать плотную этот ну я надеюсь после такой после такого движения у нас не будет не будет пробки от опущения пробки бывает ну принципе ровная кольцевая получилось правда очень много примыкающих к ней дороги идут ну ладно сойдет для сельской местности пойдет эх я уж думал что в этой серии мы с вами сможем сделать мегаполис ну к сожалению друзья мои это не судьба сделать это будет очень сложно давайте вернемся к вокзалу где этот вокзал я уже теряюсь в своем же городе я знаю как просто где мой коттедж его и вернее зная где основные ваши дома находится ну где эти дорогостоящие блин здание я уже забыл подожди здесь у нас вокзал да вот здесь вот у нас вокзал поезд едет и вот здесь вот боже как же это все дело застроилась прям жестко да блин римасенок ты чё обалдела что ли вот он он зал перед перед глазами меня да смотрите ребята 75 жители за неделю это в принципе очень очень хороший показатель ну а так в нашем городе уже практически все транспортные средства есть если дирижабли есть и железная дорога есть и конечно по паромы идут но не паромаете простые до лайнеры и есть только нет есть метро у нас нет трамвая есть автобус есть такси у нас нет трамвая и нет воздушных перевозок я имею ввиду самолеты до пассажирские вот единственно пассажирские самолеты будет доступны только после того как мы достигнем мегаполиса и у нас появится аэропорт и конечно же самолет но еще и две территории которые мы сможем в принципе в будущем купить скорее всего купим либо вот эти территории либо прибережные территории здесь и здесь как-то вот так вот сделаем город посмотрим что из этого получится у вас она была римас подписывается на канал ставьте лайки вам желаю удачи всем пока не прощаюсь скоро увидимся пока логиус поставь пока а и 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